не кочегары мы не плотники но сожалений горьких нет как нет там и монтажники высотники да и с высоты вам шлем привет приветствую решил или поснимать видео по своему профилю то есть по натяжным потолкам расскажу какой инструмент нужен как будем все делать по инструменту нужен конечно шуруповерт нужен перфоратор какое-то приспособление чтобы работать на высоте все равно леса стол или может лестница просто лестница оборудование гораздо удобнее все взял и все делаешь инструмент который естественно не знаю где вам взять это тепловая пушка ну естественно газовый баллон также еще нужно будет если есть где взять лазерный уровень если нет то как мне кажется лучше воспользоваться водяным уровнем так как уже маленьким обычным все равно у вас погрешности это на 5 метров длины я думаю ровно никак не получится сделать гидро уровнем нормально отметили по углам и потом отбивочным шнуром все это отбили отбивочный шнур тоже должен быть обязательно ну рулетка это естественно и вот такие вот прищепки это чтобы подвешивать потолок чтобы он у вас не замарался пока вы его будете натягивать то еще нужно нужно лопат этого типа шпателя такого вида углы обязательно нужно скруглить чтобы ими не порвать потолок и заклеивать стыки вот алюминиевой лентой необычным скотчем не бумажным скотчем то есть мы делаем все как по старинке как нас учили 7 лет назад без ухудшения качества так и делаем теперь что хотел сказать по самому качеству потолков потолки конечно стали хуже потому как потребителю нужно же все дешевле 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 делать а дешевле можно за счет чего сделать либо за счет использования более худших материалов либо за счет объема за счет объема значит это нужно много делать а много делать можно как значит где-то не докрепить где-то не досмотреть то есть только таким способом то есть ухудшение самих качество самих материалов и ухудшение качества монтажа по моему мнению потолок должен начинаться но где-то от 450 рублей это за китайский чтобы качественно сделать чтобы монтажники не торопились монтажники не факт что торопиться конечно не был потому как мы работаем сами на себя и нарабатываем клиентскую базу то есть мы уже шесть лет работаем чисто по сарафанному радио поэтому мы стараемся качество держать никакого даже несмотря что цены постоянно ниже ниже мы не переходим ни на пластиковый профиль не на всякую другую ерунду это что вас уверяет примеру что сейчас 21 век и надо пользоваться пластиковым профилем цвета фигня пластиковым профилям ровно сделать вообще практически невозможно потому что ну перейдем потом в тему монтажа профиля я покажу как на пластиковом как так ровно пластиковым не получается сделать это меня можно не уверять мы пробовали и пластиковым работать всего лишь два монтажа мы попробовали за семь лет и дико плевались и в принципе все плюются просто алюминиевый стоит грубо говоря в три раза дороже вот и все почему что еще по профилю вот иногда читаю форум по потолкам ну не знаю какие там специалисты вот иногда просто такая чушку пластиковый профиль лучше потому что к примеру вы когда крепитесь и пробили вдруг проводку что на профиль не идет напруга то есть вы все пробили к примеру фазу запитали до примеру там где-то ноль лупанули и ничего этого не заметили потому как по профилю не идет то есть если фазу зацепишь на алюминии то к примеру возьмешься за трубу и за профиль тебя лупанет либо вот я даже ощущаю знаете как на холодильниках раньше было ведешь и такое как дрожание идет значит фаза на алюминии ну или мы можно проверить индикаторной отверткой какие эти специалисты пишут я если честно не знаю потом еще пишут если у вас провисает натяжной потолок значит на вас сэкономили а как сэкономили первых раньше устатка всегда была 8 процентов потолок делается меньше чем ваше помещение на 8 процентов это раньше было всегда значит сейчас как начался кризис вот этот начали уже делать 15-20 процентов то есть полотно больше растягивается но становится более прозрачным и соответственно менее крепким и провис составляет ну к примеру если зал раньше делал провис примерно вот такой вот то есть провис потолка есть всегда и если говорят что провис на вас сэкономили но это наоборот они израсходовали больше полотна то есть точно не сэкономили на вас что про сами полотна значит все продают бельгию германию францию ну китай почти редко кто продает тоже будет покупать китай что дураки все что ли значит по германии есть немецкий каталог с собой не взял но потом покажу открываем глянцевые полотна ширина полотен метр тридцать метр восемьдесят два метра если у вас стоит глянцевый потолок и он шире чем 220 ну 2 процента 10 процентов это натяжка к примеру то есть двухметровый плюс натяжка 220 получится если у вас больше ширина то у вас стоит китайский потолок по матовым ширина и 2 метра и 270 вроде как появилась 320 но если честно сам еще не видел в старых каталогах 270 немецкий то есть это получается 3 метра ну максимум можно 3 10 если у вас матовые стоят потолки шире чем 3 10 то у вас тоже китайский потолок и не надо думать что там кто-то во франции выпускает специально для вот этой фирмы то есть там некоторые такие фирмы пишут таких даже и нету есть конечно французские примеру борисоль ну это вот 6 лет назад ценник был примерно 800 рублей за квадрат для клиента то есть сколько он сейчас должен стоить это я даже не знаю есть также ринолит еще есть мальпенца но ширина данных полотен полтора метра и два метра больше нету поэтому надежд видеть не надо что вы там бывали китайский его китайский французский какой-нибудь или немецкий потолок пример за 350 рублей квадратный метр такого просто не бывает при том многие фирмы даже немецкие полотна и не завозят просто в прайсе есть немецкие такие оставят всем китай и все поэтому таких надежд нету полотна сейчас стали потоньше если раньше полотна тянешь даже не паришься что будет какой-то косяк то сейчас это могут быть и такие как как назвать даже прожоги то есть но это потом я все покажу наглядно в следующих сериях то есть когда будем натягивать что я буду вообще рассказывать то есть будем как набивать профиль то есть будем внутренние углы как делать наружные углы как делать не так что куча стыков примеру подряд 8 углов все это одним профилем будет проходить чтобы лишних стыков не было потом как делать обводы труб как делать потолочные гардины как делать светильники как делать люстры ну в принципе все двухуровневые я не буду объяснять это лучше конечно профессионалам обратиться чтобы они вам делали а так все самое простое ну вы можете сделать сами ну единственная конечно пушку с баллоном я не знаю где вам взять натягивать скорее всего но никто не будет я бы не стал натягивать если мне позвонить искали у меня тут все набидано тяните мне потолок откажусь от этих дел в общем если вам интересна эта тема посмотрите за новыми выпусками буду все рассказывать и показывать пока главное все делать с настроением и с музыкой